Управление Следственного комитета по Брестской области проходит брифинг с участием представителей Управления внутренних дел Брестского области полкома и транспортной прокуратуры на тему обеспечения безопасности на объектах железнодорожного транспорта. В ходе своих выступлений спикеры затронули тему обеспечения безопасности жизни и здоровья на объектах железнодорожного транспорта, а также защиты личного имущества от преступных и иных противоправных посягательств в ходе нахождения на объектах железнодорожного транспорта и пути следования в подвижных составах. Подобный совместный брифинг проводится впервые. При этом спикеры обозначили важность взаимодействия различных государственных органов и субъектов в вопросах профилактики правонарушений. Ведь, несмотря на многочисленные предостережения, по-прежнему с участием граждан происходит правонарушение на объектах железнодорожного транспорта. Вопреки расхожему мнению, не только молодёжь не отдаёт себя отчёта в том, что железная дорога – это зона повышенного риска и опасности. Представители всех возрастных групп получают травмы различной степени тяжести, а некоторые случаи заканчиваются летальным исходом. В 2020 году следственное подразделение Брестской области поступило 8 сообщений о факте гибели граждан на объектах дорожной и транспортной инфраструктуры. В изучении материалов проверок установлено, что основными причинами смертельного травмирования граждан явилось нахождение их на железнодорожных путях или переход через дорожные пути в запрещенных местах, нахождение погибших в состоянии алкогольного опьянения, проявление ими обеспеченности. Так, в четырёх несчастных случаях погибшие находили состояние алкогольного опьянения. Из них в одном случае погибший заснул на железнодорожных путях, во втором – при переходе в запрещенном месте на голове погибшего был одет капюшон куртки. Два смертельных травмирования произошло при переходе железнодорожных путей в пределах железнодорожных станций, в трёх случаях – в запрещенных местах. Если сравнивать статистику непроизводственного травматизма двух прошлых лет, то она выросла с 15 до 19 фактов. Стоит отметить, что два случая летального исхода зарегистрированы с участием несовершеннолетних. По-прежнему остается актуальной и такая тема, как порча объектов железной дороги, которые подвергаются вандализму. К сожалению, до сих пор есть любители экстремального селфи на железнодорожных путях. Имеет место самовольный проезд на грузовых поездах, а также факты нахождения в непосредственной близости от движущихся составов. Если мы проанализируем 2020 год, то в целом состояние преступности, оно у нас, как говорится, остается желать лучшего. То есть оно было, естественно, увеличено. Но, если мы говорим про совершение преступления по линии уголовного розыска, то очень приятно, у нас наблюдается тенденция снижения. Плюс ко всему необходимо также отметить, что если мы берем по категориям, то это в основном либо кражи, либо хулиганство. Опять же, здесь возраст совершенно различных преступников. Это могут быть и дети, это могут быть и взрослые. Если мы говорим про 2021 год, то можно смело отметить, что у нас положительная динамика и сокращение преступлений по всем категориям. В преддверии весенних каникул сотрудники государственных органов просят родителей усилить контроль за своими детьми. Разъяснить им простые правила безопасности на железной дороге. И еще раз напомнить, что объекты железнодорожного транспорта были и остаются зоной повышенной опасности.